Сталину с любовью Отец народов, гениальный вождь и учитель, мудрый полководец и великий ученый, так называли величайшего тирана Иосифа Сталина. Этот человек вместе с тем пользовался такой любовью поклонения миллионов людей, как никто другой в мировой истории. Апогей культа Сталина пришелся на 1949 год, когда с необычайной пышностью и размахом отмечался его 70-летний юбилей. В лучших музеях страны вместо шедевров мирового искусства были размещены тысячи подарков, присланных любимому вождю со всех концов земли. Посещение выставки подарков Сталину было обязательным ритуалом для партийной и государственной элиты, людей искусства, науки, военного руководства. Простые люди, представители многих народов, приходили сюда, чтобы с замиранием сердца познакомиться с биографией своего кумира, посмотреть на присланные ему диковинные дары. Вспоминает гид, водивший тогда экскурсии по этой уникальной выставке, Иван Лукава. Выставка пользовалась огромной популярностью, густые очереди тянулись на километры. Причем это были люди неорганизованные специально, они приходили отовсюду, приезжали отовсюду для того, чтобы посмотреть на то, что здесь представлено в связи с этим юбилеем. Они связывали победу, которая только что была одержана, с именем Сталина. Люди жили только надеждой, и этой надеждой был в какой-то мере Иосиф Виссарионович. Он решит все проблемы, проблемы труднейшие. А социализм это была какая-то божественная идея. Люди верили, что все машины, модели, которые показывали здесь ученые и инженеры, завтра заработают, и у них начнется счастливая жизнь. Еще немножко подождать, потерпеть. А там уж наука и техника под руководством мудрого вождя обеспечат всем необходимым. Много приходило взрослых, приходили дети, иногда целыми пионерскими отрядами. Для них это была настоящая сказка. Но где они могли тогда увидеть головной убор индийского вождя или рисовое зерно, на котором индийский умелец сумел выгравировать страницу из произведения Сталина? Мне много приходилось водить экскурсии по этому великому музею. Я водил первые экскурсии. Между прочим, ждали Сталина. Нас предупреждали, что он должен прийти, посмотреть, хотя, говорят, в ЦК смотрел многие подарки. Директор музея сидел чуть ли не каждую ночь, ожидая Сталина. Но он так и не появился. А в 1956 году была создана комиссия, которая должна была ликвидировать этот великий музей. Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот письменный прибор вышел ногами, Жень. Женщина, лишенная рук. Эти теплые варежки связали для лучшего друга человечества старушки из богадельни французского города Иври, чтобы у него не мерзли руки в суровую русскую зиму. Удивительно, но огромное количество подарков было изготовлено заключенными жутких сталинских лагерей, несмотря ни на что продолжавшими любить своего вождя. По подаркам можно было составить мифическую историю Сталина в картинках, идеализированную полную языческого поклонения своему идолу. Профессиональные художники создали особое направление в искусстве, так называемый сталинский китч. Сталин с Рузвельтом. Так американцы украсили подарочную трубку. Кстати, из присланных трубок составилась одна из лучших в мире коллекций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сталин и его ближайшие соподвижники ушли в историю. А этот фарфоровый сервиз с их изображениями остался одним из нелепых свидетельств той странной, противоречивой эпохи. Поразительно, но культ Сталина жить до сих пор. В грузинском городе Сухуми один из небольших частных музеев Сталина. Он интересен тем, что его создатель и хранитель сам является редким экспонатом. С большой любовью и тщательностью создавал он свою коллекцию. Субтитры создавал DimaTorzok Сталин до сих пор живет в сердцах своих. Многочисленных поклонников. Автор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok